Я как-то был в Швеции Самолеты – это деньги, но мы там, я бы все думал, в Греции пытаемся помочь, предлагаем какие-то кредиты. У пенсионера греческого 500 евро – это минимальная пенсия. У нас совершенно другая пенсия, кому мы помогаем, кто кому помогать должен. Ну нет школы, нет детского сада, нет поликлиники. Уговаривайте сколько угодно молодую семью там жить. Не будут они жить. Дороги – это проблема. Я вот тут поехал, извините, в Ярославскую область смотреть тоже производство сыра. Дорога категории «Б». Про ней проехать невозможно. Колеса у джипа отрываются просто. И поэтому сначала нужно понять, что если вы тратите на все сельское хозяйство из федерального бюджета 240 миллиардов, а на плитку в Москве в год 90, вы никогда не добьетесь того, чтобы эта жизнь как-то поменялась в сельском хозяйстве. Приоритеты надо поменять. Они живут, скажем так, в космосе и друг друга уговаривают. Все говорят, растет сельское хозяйство. Да мы сейчас собрались, чтобы сказать, нет, это неправда. А впереди еще большая яма, потому что нет таких вообще форм поддержки, как кредиты под 8-9% годовых. Эти кредиты невозможно отдать ни в коем случае. Нет таких норм поддержки, когда тебе говорят, мы тебе денег даем, но одновременно повышаем солярку, электричество и все остальное, составные части себестоимости, без которых жить невозможно. И ты не можешь ничего произвести. И повышаем еще налоги. А вы знаете, что и Платон, и Меркурий, который сейчас будет введен. И все, все, все это платят кто? Производились госпродукции. Вы же сами слышали, президент сказал, что ничего не получается, ничего не работает. Он дает команду к опроходным органам не трогать бизнес, а потом говорит, да, проверок стало столько же или больше. Он констатировал факт. И начинает обсуждать, а как, может, ротации, может, еще чем-то. Главное другое. Президент дает поручения, они не исполняются. И я вот в этом услышал только одно. Это своего рода бессилие, когда ты на протяжении долгих лет говоришь, что нужно свободу ведения бизнеса вести, а свобода не появляется. Что надо снизить налоги, а налоги растут. Если вы не даете возможности людям жить нормально, если 40% граждан за чертой бедности, если они тратят львиную долю своих доходов на ЖКХ, на оплату ЖКХ и на еду, рано или поздно произойдет взрыв. Платон, фермеры, которые едут, шахтеры, которые кричат, что зарплату не выплачивают, моногорода, которые встают, Москва, которая недовольна реновацией, выходит по каждому поводу. Это все-таки, это уже не революция, но это такие народные волнения. Что еще президент наш говорил им, что ребята, давайте бороться с коррупцией. И в этот момент показывают людей, которых точно сажать надо. Все, причем в стране, об этом знают. Потом дальше он говорит, слушайте, надо заняться введением сельхозоборота, земель. И тут же показывают сенатора от Московской области, который 18 предприятий, кстати, член Единой России, бывший депутат, должен думать, в Московской области взял, уничтожил их, порезал коров, закрыл тепличные комплексы, земля стоит покрытая бурьяном, и он внимательно слушает президента.